Спасибо большое за возможность выступить в рамках форума. Спасибо большое за то, что предоставили возможность выступить именно с такой интересной, на мой взгляд, темой, которая действительно очень мало обсуждается, но ввиду того, что крайне редко встречается. И сегодня я вот после предыдущего докладчика хотела бы остановиться именно на меланоме кожи, не просто на пигментные патологии, но на той непосредственно редкой болезни, которая встречается в детском возрасте. Но после всего, что было уже сказано, я лишь хотела бы отметить, что частота меланомы в возрасте 15-19 лет, например, удвоилась за прошлое десятилетие, при этом осталась неизменной именно в младшей возрастной группе. И если мы посмотрим на показатели заболеваемости в абсолютных цифрах, то мы увидим, что в возрасте от 1 до 4 лет – это 1 ребенок на 1 миллион детей, в возрасте от 15 до 19 лет – это 10 детей на 1 миллион детей. Поэтому, конечно, мы говорим о крайне редком заболевании. Но если мы сравним, посмотрим на тренды в зависимости от возраста, здесь разделение 0-9, 10-14, 15-19 лет, мальчики и девочки, то мы видим, что действительно во все времена, начиная с 1973 года, который здесь представлен, мы видим, что, в общем-то, показатели заболеваемости в младшей возрастной группе остаются действительно стабильными по сравнению с более старшей возрастной группой, где мы видим увеличение заболеваемости. Если мы посмотрим на статистику в России, это данные за 2018 год, то мы видим, что, конечно, это действительно крайне редкое заболевание. И, например, здесь представлена заболеваемость в зависимости от возрастной категории, от 0 до 4 – 1 ребенок, от 5 до 9 – 3, 10 – 14 – 2 и 15 – 19 – 27. Конечно, мы наблюдаем все те же самые тренды, когда в старшей возрастной группе все чаще мы можем встретить меланому кожу по сравнению с маленькими детьми, когда это действительно казуистика. И абсолютно те же самые тренды мы видим не только в России, но и в странах с наибольшей заболеваемостью меланомой кожи у взрослых, например, Австралия. Здесь также представлены данные по Соединенным Штатам Америки, по Великобритании, где все те же самые тренды сохраняются, когда мы говорим о крайне-крайне редкой заболеваемости в младшей возрастной группе, которая увеличивается с возрастом и достигается его пика в возрасте 15-19 лет. Но предыдущий докладчик уже об этом говорил. Конечно, важно понимать различия между подтипами, потому что существуют свои факторы риска и свои морфологические, биологические характеристики, и, соответственно, разница по подходам к терапии. И сегодня мы выделяем, по сути, меланому кожу, возникшую Денова, которая возникла на ранее неизмененных кожных покровах. И это порядка половины всех случаев у детей. Как правило, характеризуется узловым типом роста, агрессивным течением. Если мы говорим про спецоидную меланому, на ее долю приходится половина всех случаев меланом у подростков, и она характеризуется чаще благоприятным течением. И есть еще один подтип, это меланома, возникшая на фоне врожденного гигантского меланостарного Неоса. Это наиболее редкий вариант меланомы, но он считается более прогностически неблагоприятным. И такой вариант в своей практике мы также встречали. Но это вот еще раз по классификации, для того, чтобы было более понятно, для того, чтобы у всех и не только у онкологов, но и у дерматологов запомнилось, что вот меланома крайне редкое заболевание, но частота ее развития увеличивается с возрастом ребенка. Поэтому те удаления невусов, по поводу которых приходят родители и просят удалить у своих детей различные пигментные образования на коже, конечно, не имеют ничего общего, как правило, с меланомой. И предыдущий докладчик, в общем-то, это подтвердил. У них было порядка 200 случаев обращения детей, при этом 55 удалений. И, в общем-то, практически мы говорим о том, что меланомы там не было. Факторами риска развития меланомы являются фототип кожи 1 и 2, гигантский врожденный меланситарный невус, пигментная оксиродерма, ретинобластомы, в случае семейной меланомы и, конечно, ультрафиолетовое излучение. Но, например, очень интересное исследование, когда изучали различные риски развития меланомы в зависимости от количества невусов, было показано, что, например, в возрасте 15-19 лет риск развития меланомы в 34 раза выше у детей с наличием 100 и более невусов на коже и в 15 раз выше с наличием 10 и более крупных невусов. И, конечно, еще раз подтверждение тем известным фактором риска, исследование, проведенное в Австралии, где были обследованы дети младше 15 лет, было показано, что многочисленные невусы на коже и чувствительные к солнцу или к воздействию ультрафиолета характеристики кожных покровов, такие как веснушки, меньшая способность к загару, свидетельствует о более высокой частоте развития меланомы. Но все-таки это очень важный слайд, я его взяла из одного из наших вебинаров, в котором мы проводим «Меланомой ПРОМ», что большая часть невусов не требует удаления, потому что меланома развивается, как мы уже поняли, чаще все-таки на ранее неизмененных кожных покровах Денова или может развиваться на фоне гигантского врожденного невуса. Но из предшествующего невуса, в общем-то, порядка 20, по некоторым авторам 30% меланома развивается, и большинство из них развивается, например, 80-70% именно на неизмененных кожных покровах. Поэтому мы говорим о том, что, конечно, у детей, особенно у детей, большая часть невусов не требует удаления. А если мы посмотрим на риск озлокочувствления невуса, то это 0,005% до 40 лет и 0,003% после 40 лет. Опять же, то, что уже сегодня было продемонстрировано, отличие системы у взрослых АБЦДЕ и у детей, не буду подробно останавливаться, лишь покажу, например, как это выглядит. У зловая неманома кожи у взрослого, ни у кого не возникает вопросов. Здесь даже не нужна дерматоскопия. Понятно специалисту, который занимается проблемами дерматоонкологии, что речь идет про меланому кожи. Справа узловая меланома кожи у ребенка 16 лет, и посередине узловая меланома кожи у ребенка 2 лет. Конечно, когда такой малыш обращается к педиатру или к хирургу, никто не подумает, что это меланома. Большинство поставят диагноз пиогенная гранулема, что наиболее часто по поводу чего оперируют данных детей и выполняют в последующем морфологическое исследование. И вот наш клинический пример. Один из примеров, который я сегодня хотела бы продемонстрировать. Девочка 2006 года рождения, проживающая в Казахстане. В сентябре 2020 года было удалено образование на левой ягодичной области в связи с тем, что оно стало увеличиваться, изменило структуру и цвет. При морфологическом исследовании злокачественная меланома при пересмотре у нас злокачественная меланома по бреслоу 7 мм, пигментная узловая эпителиоидно-клеточная инвазия по ХЛАРКО-4, эпидермис интактин, в краях резекции кожи опухоль не обнаружено, и признаков ангиомиолеофантической инвазии также не обнаружено. Здесь вот вид до операции, фотографии, которые нам предоставила мама пациентки, и вид после операции уже при обращении к нам, послеоперационный рубец. При обследовании не было выявлено признаков метастазов в региональных лимфатических узлах или в отдаленных метастазах, и было принято решение о выполнении биопсии стрижевого лимфатического узла. И в ноябре 2020 года была проведена процедура иссечения послеоперационного рубца, биопсия стрижевого лимфоузла в паховой области слева. Мы видим, что при гистологическом исследовании удаленный лимфатический узел, где опухолевые клетки не обнаружены, в дерме кожи фиброз, эпидермис обычного строения, рубец. Дальше смотрим на иммуногистохимическое исследование, которое в обязательном порядке должно быть выполнено у пациентов, подвергшихся биопсии стрижевого лимфоузла, у которых по данным стандартной окраски гемотоксилина и азина мы не выявляем признаков микрометастазов. Мы видим, что в одном из срезов лимфатического узла в единичных клетках, рассеянных мелкими группами, выявлена положительная экспрессия меланомспецифичных маркеров, таких как мелана, HMB45, на участке общими размерами 2х2 мм. Таким образом, было проведено стадирование пациентки Т4АН1АМ0, третья С стадия. При молекулярно-генетическом исследовании была выявлена мутация в гене Браф В600Е. И коллегиально на консилиуме мы обсудили эту пациентку, и учитывая возможные риски, учитывая возраст, что это девочка молодая, наличие мутации в гене Браф, порекомендовали проведение адювантной таргетной терапии Даброфенибом с Трометенибом в стандартном режиме дозирования. Лечение проводить в течение 12 месяцев под контролем онколога по месту жительства с регулярными контрольными обследованиями каждые 3 месяца терапии. И пациентка начала данную терапию, которую она по настоящее время получает. Но вот если мы попробуем проанализировать в целом наш опыт, я взяла небольшой отрезок времени, когда мы более прицельно в том числе стали этим заниматься, в сентябре 2020 года, когда в нашем центре была создана группа. Она создана была давно, просто она была бумажным образом утверждена по диагностике и лечению пигментной патологии и меланомы кожи у детей. И вот с сентября 2020 года к нам действительно было очень много обращений. И вот если мы посмотрим, то на фоне гигантского наивуса трое детей, меланома спиц – пять детей. При этом мы пересматривали несколько различных морфологических заключений, у нас всегда присутствуют для ребёнка. Это не один морфолог, это два, иногда три и более морфологов. Деново – восемь детей. И если мы посмотрим в целом на то, как мы подходили к диагностике, к лечению, то мы увидим, что у четырёх детей мы выполнили биопсист рожевого лимфоузла. На самом деле, когда я готовила эти слайды, я сама удивилась, потому что, казалось бы, вроде так редко, а на самом деле смотришь уже достаточно приличный опыт в детской популяции накоплен, в том числе и по биопсист рожевого лимфоузла. Самый маленький ребёнок, которому мы проводили данную процедуру, был четыре года. Назначение адювантной терапии при третьей стадии заболевания. При этом один случай я вам продемонстрировала, другая пациентка уже закончила год лечения. Проведение системной терапии. Самый ранний возраст – 14 лет. Таргетная терапия, комбинированная антибрафа, антимех. И самый младший возраст, когда мы изначально проводили иммунотерапию, то есть с четырёх лет. Иммунотерапия антипеди-1 препаратами два ребёнка. И один ребёнок у нас получил эпильмомап антистерия 4. Достижение полного ответа на фоне антипеди-1 терапии именно у взрослого ребёнка с метастазами в головной мозг. Это девочка, которую мы начинали лечить, и нам детские онкологи её передали ещё в возрасте, 16 лет. На сегодняшний день ей 24 года. И она последние 6 лет, по-моему, живёт с метастазами в головной мозг. При этом последние почти полтора года живёт уже без лечения после достижения полного ответа на фоне антипеди-1 иммунотерапии. Поэтому, конечно, она уже взрослая, относится к взрослой категории, но начинали лечить мы её именно как взрослого ребёнка. Это вот такой короткий обзор нашего опыта, тех возможностей, тех подходов к диагностике, к лечению такой редкой действительно болезни, как меланома кожи у детей. Спасибо большое за внимание.